Субтитры делал DimaTorzok 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 Соревновались между двумя школами Да, да, там 50% бюджета магически исчезло Прикиньте, в Хогвартс вы из Дагестана типы по игре проходили бы Просто 99 баллов получил в Хогвартс Волшебная игра Я в Хогвартсию учусь Итак, 50 тысяч зрителей, при этом ширина сидения всего 35 сантиметров Это на какие-то узкие жопки, да, рассчитываются? Да-да-да Какая-то худоватая нация Это что-то из Северной Кореи? Да-да А они худоватые, да? Лид нам Нет, нация-то худоватая У лидеров у них только лицо 35 сантиметров 35 сантиметров Ну, а человек не должен быть шире лица лидеров Да, конечно Хотя жопа должна быть хуже, чем у Ким Чен Ына, понимаешь, лицо Дальше Каждое утро перед открытием этого сооружения Служащие разбрасывают по нему множество булыжников Это что-то булыжники? Разбрасывают булыжники? Это возможно Как смешно, что вот этот факт, он такой А-а-а Короче, я... Были ли там... Да Не, может, это фанаты кидают булыжник? Это точно какой-то объект, с которого хочется украсть камешек И поэтому привозят с каменом Это колизей, да Колизей! Все верно Насела, накинул Как это неожиданно, да? Расул добился, так сказать Я как раз думаю, что там... Вот это команда Все команда Расул Питер, Нальчик Замем вот этот Колизей, да За все время существования этого спортивного объекта На нем погибло около 400 тысяч людей Серьезно? Да А также более миллиона животных И еще как львы, там нормально Да, хорошие животные Там хомячки-то... Ну, хомячки не умирали же в колизее Всякие зайчики Они побеждали обычно Если ты... Своих схватках Последний раз спортивные мероприятия проводились на этой арене примерно полторы тысячи лет назад Тогда это считалось самым грандиозным сооружением Строительство колизея завершилось в 80-м году нашей эры и длилось более 8 лет То есть его в первом веке нашей эры построили на два года быстрее, чем Газпром-арену в 21-м году Ну, давай, справедливости ради, у него нет крыши Давай так Да Да, и бакланов там тоже не было, скорее всего Долгое время колизей был центром спортивной жизни для жителей Рима Соответственно, проводились многочисленные бои гладиаторов Спортивные жизни? Это они вот так называют? Там людей убивали, отрубали голову Структура и спорт А, конечно, и спортивная жизнь, да Да, там проводились, соответственно Блэжники покидаемые Бои гладиаторов Спокойно Звериные травли и даже морские сражения На Умахии Для этого арену колизея специально затапливали на один метр Вау Блин, что это вообще? Это очень страшно Что-то я понимаю, что делать На кораблях они, да, типа? Да, на лодках, на каяках На сабборт, знаешь, такая вот Блин, ну индустрия развлечения у них классно было развето Очень мощно, очень мощно Итак, первый аргумент в пользу того, что это самое Смотри, у них же не было ютуба, да? Я просто думаю, что нас ждет, какие развлечения? Нормально В перерывах спортивных событий На арене колизея проходили и культурно-развлекательные мероприятия Когда убивали художника Да, например, казни В древнее время преступника наказывали поединком в колизее с диким зверем Например, львом или тигром Однажды один торговец продал жене императора Галиена поддельные драгоценности За что и был наказан императором на арене колизей Причем весьма оригинальным даже по меркам Древнего Рима способом Так Каким образом император наказал торговца за торговлю подделки? Обычным способом там просто убивали, съедали Ну убивали, да, да А здесь оставили жить человека По сути, поддельный лев И он все равно его убивает, но поддельный Это дольше происходит Поддельная смерть и поддельный лев Поддельный лев А здесь вот в этом решении император крутой будет, да? Да, да Типа очень остроумный, да? Да, да, да Так, ну на что-то такое ищем остроумное Типа, ах, император Ну, конечно, устроил, блин Да, да Да, и вставочка джингл такая Император, талантливый психопат Так Может, с женой сразиться надо было С разъяренной Да, с разъяренной С женой императора, вот, да Которую он продал Не, она просто не Он знал заранее, что они поддельные А ей сказал прям перед выходом в октагон в колизей В октагон Колизей Там еще Джороган начал комментировать как раз в те времена Я, кстати, был в колизей и ходил вот так по дарью Серьезно? Да, слушал Ты на повторе слушал? Да, 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 лазил там Или там выступала группа Ария Это какая-то, которая вот эта Кипела Кипела Вот это? Да, да, да А почему ты, почему Арию там слушал? Ну, прикольно В колизей такой, блин, послушаю колизей Там играет «Горел асфальт» Вот это все Блядь, ну, у меня в моем списке, чтобы я послушал в колизей Ария, пиздец Не, просто они там С дьяволом пишут, а там Мой враг вбыли И я ходил такой, да Колизей Ну, там прикольно Самая крутая Самая крутая Прикольно самому себе подбирать саундтрек под Рассказать Ну, да, да Кто-то саундтрек ладиоатор Ну, и такой, блин, мужики, вы посъездили сначала Ну, вообще, у меня не сходилось там Да, да Они по фильмам просто это сделали, песню Там по-другому, там жестко Там Кровосток большего подошел Понятно Проснулся, вышел Против льва Заебашил льва, поспал немножечко Поехал в котельнике В котельнике дал там дорожечку Ну что, как император исхитрился? Да вот так, да, Ларию послушать человеку Не знаю Слушай, ну, нужно понять, с кем он сражался, скорее всего Да, это же важно будет Давай, если Слушай, может, его страусы заклевали Может, кстати говоря Ну, типа, со страусами Это было так Причем С разъяренными С разъяренными Ну, это уже не император, это доктор зло получается Смотри Это не животное Но и не человек Но и не человек Да что? С растерием дрался, блин Может, на солнце оставил его Загорать? Под большой лупой вот так Ну, можно, да Вместо крыши Чисто в него Так казнь была, да, в итоге? Ну Типа Казнь Он выжил? Он выжил А, он выжил Он выжил Что же там было? Он выжил и Не-не, он живым и невредимым ушел Домой Это даже не наказание, по сути Ему тоже сделали поддельную смерть Как его драгоценности Да, точно И потом император такой Бля, а в чем прикол-то? И он потом бился И он потом бился с паспортным столом За справку о смерти Невозможно взять Может быть был какой-нибудь поддельный палач Поддельный топор Такой, знаешь, когда нажимаешь И он прогибается Актерский вот такой Ну, нет, это был поединок Поединок, смотри Если это не человек И не животное У меня тут остается только два Это либо грибы, либо растения Правильно? Подожди, а рыба? Рыба, нет, рыба это тоже животное Нет Да Ну, какие там есть царства Кто в школе учился? Да, ну да, царство рыбы С царством грибов Сражался в течение 5-7 часов Семи часов, да На центре арены такой Да, да Потом царство грибов отступило Да Ну, проучили Проучили Так, ладно Это дышать умеет? Умеет, да, конечно Тюлени Через жабры? Тюлени А, аллигаторы А, аллигаторы А, они кто вообще так? Сколько? Беззубыми аллигаторами Они рептилии Беззубыми аллигаторами нормально Да, да, да Да, да, да Ну, птицы Чтобы они его просто обсосали Отказка это птицам Он дрался с пингвинами Драка с пингвинами С пингвинами? Да, нет, да Драка, прикинь, видео на ютюбе Кавказки против пингвинов Смотреть до конца Жесть Да Так, ну какие самые страшные птицы? Каких-то знаешь Это птица, курица-наседка Самая страшная птица За мной по деревне бежала километр где-то Я взял вот так цыпленка Такой, ё, что-то желтое Оно такая, сюда нахуй Я выкинул это И как бы это странно не звучало, но это правильная версия В смысле? Да ладно Опять, блядь Ты серьезно? Паша, каждый раз, ты обрати внимание, каждый раз попадает вот так вот Да, вы смотрели это «Миллионеры из трущок»? Там был такой прикол Вне всей жизни Да, он был купец, который продал жене монарха поддельное украшение Был приговорен к поединку с животным И когда купец стоял на арене, из клетки вместо льва вышла курица Вызвав всеобщее веселье Так, какой-то разнос был, прикинь, во всем Риме Вау, ты видел? Смотри, этот петух с курицей дерется Да, император Приказал драться еще Да, да, да Император объявил, он обманывал и был обман сам Ну, после чего торговца отпустили домой Круто Слушай, ну классный факт Да, отличный факт Так, теперь переходим к моему персонажу К моему сооружению Ну, да В 2018 году, это арена, тоже арена Она принимала 22-е летние сельские спортивные игры Вы наверняка не слышали даже о таких Это школа моя Это сельскопиада Сельскопиада Селомпиада Значит, эта арена не соответствует правилам ориентации игрового поля в футболе Это вообще единственная мне известная арена Вообще есть правила постройки стадиона Это называемая поля трансгента Да, вы не спеши тогда Знаешь, они должны строиться с севера на юг Да? А это построено с востока на запад И то есть какой-то команде То есть половину игры всегда солнышко светит в лицо Это всегда так Компас сломался у тебя На этой арене это футбольный, футбольный, в общем-то, стадион Ну, как футбольный, многофункциональный Но на нем проходили матчи международных хоккейных турниров Это российская стадиона Российская, да Какая-то российская арена Авангард не наш, не курский Это, Паша, конечно, не может не знать этих вещей Это уникальный стадион, построенный в Курске Называется он Трудовые резервы Трудовые резервы Будем говорить о Колизее против трудовых резервов Прошу Да, ну что Трудовые резервы, или как он называется в Курске Трудики, да, Паш? Да, я расскажу Конечно Это реально стадион Да, да, да Домашняя арена футбольного клуба «Авангард» Это тоже удивительный клуб, на самом деле Который много лет играет во второй лиге российского чемпионата Который много лет спонсирует Курский ликороводочный завод Ликороводочный завод, это правда Вмещает он примерно 11 тысяч зрителей Мне нравится, что это примерно Он вмещает примерно 11 тысяч зрителей Потому что там больше тысячи никогда не было Бывали-бывали случаи Стадион имеет две трибуны и легкоатлетические дорожки Строился он в 1947-1949 году В первый раз построился, да Как вспомогательный для главного в то время стадиона «Динамо» Потом стадион снесли А вот эта вспомогательная история осталась Да, в 70-е, кроме того, в 70-е часть территории трудовых резервов Где находились баскетбольная и волейбольная площадка и теннисный корт Обрезали для строительства нового драмтеатра То есть просто убрали часть стадиона, поставили драмтеатр Ну как бы все здорово И вот она действительно не соответствует правилам ориентации игрового поля Она построена не с севера на юг, а с запада на восток, как я уже говорил И переходя с одной половины поля на другую Вратари получают обычно лицо Да-да, я помню, они в кепках, короче Я с дедом ходил, когда один вратарь, когда солнце стоит в кепке Нихуя не видит Он так стоит, уже мяч там Прикинь, вратарь в солнечных очках Самое интересное, нет, на территории стадиона, Паш, ты должен это помнить Ты, наверное, уже был в таком возрасте, когда ты можешь это помнить Я точно помню, я постарше С 2002 по 2007 год непосредственно на стадионе, занимая большую часть перед полем Находилось кафе Джуманджи Блять, Джуманджи Да-да, конечно Ты входишь, если ты ходишь в партийный стадион, тебе нужно пройти через кафе То есть если ты пришел на футбол, ты идешь через кафе Это как в аэропорту, знаешь, как через дьюти-фри ты должен пройти к этим Так и здесь, да А рядом со стадионом находился знаменитый на весь курс так называемый Алко-треугольник Магазин Амадей, это Алко-маркет Диет-кафе, блять, диет-кафе, самое синее место в Курске было И, конечно же, кафе Старый Клен, он находится недалеко Да, это все В виде пирамиды Удивительная вещь Если ты хочешь, чтобы игра закончилась, скажи Джуманджи Джуманджи Я помню прекрасно те времена, когда там в начале нулевых, когда люди приходили на футбол Их было сильно меньше, чем людей в кафе И в кафе играла музыка во время футбольного матча Это было абсолютно нормально, но потом это убрали Значит, короче, ребята В 2016 году перед финальным матчем Кубка России Куда впервые вышел Курский авангард Блогер Юрий Дудь одну из своих записей посвятил Курскому, собственно, клубу и стадиону Трудовые резервы Дудь заметил синий гараж, который долгие годы стоит у южной трибуны Вот вы можете посмотреть, да Видите? Это вот, собственно, стадион, да И вот синий гараж, он находится прямо, блядь, на стадионе И Юрий задавался вопросом Да, там Запорожье задавался Посмотрите внимательно, говорил Юрий, да Уже много лет никто не знает, что там находится Говорил Юрий Дудь И это очень обидело курских журналистов Потому что, ребята, на самом деле, как заявила телекомпания «Сейм» местная в ответ Юрию Дудьу Никакого гаража на стадионе Трудовые резервы нет Там есть гаражи Вот, внимание Там есть еще один гараж Да, находится прямо на стадионе Так вот, ребят, давайте ответим же на вопрос Попробуем ответить на вопрос А что действительно находится в этих гаражах? Нет, слушай, ну все понятно Там автомобили Владельца диет-кафе Кафе «Старый клен» Кафе «Джуманджи» Кафе «Джуманджи» А «Джуманджи» он пешком приходит Ну Это как птицы у Хичкока Ты смотришь, вначале один гараж Потом два гаража Ну странно, если там просто обычный гараж Вот как у дедушки Ну просто заходишь Пассатижи, блядь Не, не такой, но там погреб наверняка какой-то Может быть, погреба какие-то? Какие-то погреба Для мечей, чтобы мечи не портились Прохладно нужно Залезайте в погреб, достаньте свежих мечей Вот вам свежий мяч достало На зиму мечи заготовили и это Может быть, это переодевалка приезжающей команды? Переодевалка? Переодевалка Курский термин Переодевалки Это, кстати, может быть переодевалкой как раз Слушай, это вот когда сейчас судья, знаешь, показывает, типа, вар Только там он показывал гараж И они идут в гараж смотреть спорный момент Там стоит какая-то техника, возможно Да, потому что это вот эти машинки, которые по льду Вот Я спорт Не, ну, проводили же по хоккею Может быть, они и открыли, а там Марти Макфлайс профессор Они все это время там сидят Не смогли улететь В американских молодежных комедиях в гараже всегда играет молодая группа В одном была Металлика молодая, а в третьем Стив Джобс молодой Там изобретается айфон сейчас новый Потому что старый уже недоступен Там изобретается старый Айфон уже изобретен Это люди давно сидят в гараже и не стоят за новостями Ну какая-то техника Так, какая техника, что за техника Бензопила Ну вот всякие В фильме это бензопила в гараже А, ну футбольная техника У футболистов должна быть техника Техника Говорят, техничный футболист Вы гаражи откройте, вся техника там Вся техника футболистов курского арсенала Сосредоточена на них трех Ой, да Пожалуйста Тульский арсенал Ну конечно техника Ну какая техника, Паш, как ты думаешь? Снегоуборочная Снегоуборочная Нет Метлой Нет Метлой? Это техника, кстати, для квиддича Метлой для квиддича там, реально Нет-нет, ну подумайте, ребята Ну что? Ну блин, ну техника Вообще легко, да? Конечно Ничего такого супернеобычного Телега? Джетпак Да, блядь Ну поля, поля Газонокосилки Газонокосилки, конечно, ребята Господи А, значит, хозяином гаража Как выяснили курские журналисты Вот этого конкретно, того первого Является электромонтер Александр Брусинцев И вот он что заявил Когда у него к ним пришли журналисты И спросили, он на камеру сказал Здесь находятся две газонокосилки Которыми косят поля Конец цитаты Все Собственно говоря Подождите, а почему он владелец? То есть он реально владеет этим гаражом? Он владеет этим гаражом Но он там и работает, и косят поля Но он владелец этого гаража Вот так, вот так, вот так Курс, это, ну как ты сказать Это почти как Колизей, блядь Очень-очень нестандартное решение Ну вот так Это пока для затравочки, ребят Просто для затравочки Давайте, да Классно, классно Все, вопрос Давайте Голосуем, так сказать, да? Либо курица из Колизея, либо Либо газонокосилка из гаража Синий гараж на стадионе Ну я здесь за курицу буду Ну а я поддержу родину Павла Дедищева И за курска проголосую Так, Сева Я за курицу Но не за Колизея Самурай Джека смотрели Помните, там серия такая Дать шанс Колизею надо Потому что я чувствую, там дальше будет Ну там, там, да Я давай, Колизей 1-0, 1-0, да? Я правильно говорю? 1-0 Пока Колизей ведет Давай, давай, ты продолжаешь В 405-м году Император Гонорий Необычное имя у него было Запретил гладиаторские битвы в Колизее Как несогласное с духом христианства Ставшего после Константина Великого Господствующей религией Римской империи А последние игры с участием диких зверей То есть звериные травли На арене Колизея состоялись в 528 году После чего полтора тысячелетия Колизей не использовался как спортивная арена Однако в 1972 году в Колизее состоялась одна Весьма эпичная битва Участников, которые вы все знаете Итак, вопрос, что произошло в Колизее В 1972 году? Какая-то боксерская битва была вроде Блин, я знаю Давайте, разгоняем Ты знаешь? Да А, блин Ну так, фу, скучно Фу, Сева такой умный Том и Джерри Битва Том и Джерри, например, шла Битва Том и Джерри Да Ну, по культовости персонажей где-то рядом Там в какой-то момент Том вот так Брежнев Ну, погоди Брежнев против Хрущева Брежнев против Чужова Причем это курский комик Денис Чужой Против Брежнева Ну да, да Это ответный был матч Первый матч проводили на трудовых резервах А второй Так А ксеноморфы все равно были в фильме Так, это известная парочка другого Да Это тоже предел Кабарат, это академия Делили гонорар за выступление Старик Хатабыча Сева сейчас мастерски запутывается Там прошел матч из книжки, да? По старика Хатабыча? Ну, давайте подумаем 72-й год, кто? Ну, смотри 72-й Пугачева Пугачева Ну да, особенно Или они уже тогда были милфами, я ведь Они всегда были Нельзя так говорить, да? Назвать Пугачева милфой? Я не знаю Милые, я сказал, милые девчонки Милфые Кто-то вам послышал У меня, кстати, бабушка была за Ротару У тебя за кого болела? За Авангард Не, по-моему, тоже за Ротару Не-не, Ротару, да, была на респекте Почему-то больше Да, я не знаю, почему Ну, потому что Пугачева была Моргенштейн Того времени Она Ротару Анатара четкая такая Она же южно-русские вот эти Оксимирон Да, да Оксимирон Ну что это южное? Вот это сравнение, конечно Ну и хуто-хуто Вот, да У нас всегда Хуто-хуто Рянка Ну, понимаете, культовых героев Культовых героев 70-х Да, да, да Да, полно Ну, кто там Ну, это настоящие живые люди Пёс-барбос И необычайный кросс Сива, я вижу, как тебя разрывает Желание сказать что-нибудь еще Про эту битву Подожди Если есть у тебя какие-то факты Вот так вот Может, я сейчас А прикиньте, я сейчас вот Вообще херню И все такие У вас Абрамов обычно приходит И уверен до конца, что он правильно мыслит И в конце Так, ну надо отличаться точно Если бы не снимали А вот прям за правду Это Мочилова было То еще не факт Кто бы победил Есть такое мнение Я правильно? Есть, это мнение Это вечный вопрос Да что это такое? Блин, прикинь, реально вообще Не об одном и том же Абрамов Мы друг друга понимаем Пока попадает все Ну кто там был? Брюс Ли там был Брюс Ли и Чак Норрис? Да Брюс Ли и Чак Норрис Как? Ты же должен был сразу понять это Блин, да я просто понял Ты сразу должен был понять Вот это твоя же тема Пацаны, там был момент Я решил пересмотреть Кунфу-классику Несколько У меня, кстати, тоже такое было И Путь Дракона Оказалось, такая херня Зато Кулак Ярости Я с удовольствием пересмотрел Недавно Да? Да Блин, надо глянуть Классно Очень рекомендую Без Брюса Ли Мастер летающей гильотины Там слепой чувак У него огромное ёё Нос циркулярный перлой внутри И он набрасывает его на голову И дергает обратно Ну или другое что-нибудь Посмотрите Ну или Титаник Посмотрите Сева, так что ты хотел Какие факты? Короче, он там в определенный момент У Чака Норриса Ковер на груди Да И он в определенный момент Вот так его вырывает Чак Норрис в уху И идет так Реально вот так Да, вы пересмотрите У него волосы на груди У Чака Норриса, да? То есть нереальный ковер, да? Блин, ну как вот Чак Норрис В то время мог быть секс-символом? Блин, это странно вообще Ну, посмотрите Извините Хорошо Так Это, значит, это 72-й год 72-й год 72-й год Съемки сцены фильма Путь дракона В 91-м у него была бы уже побритая грудь В финальном бою этого фильма Брюс Ли и Чак Норрис Сражаются в Колизее И это одна из самых знаковых сцен Да В истории жанра Брюс Ли видел римскую арену Как идеальное место Для столкновения двух культур То есть это такая война Востока с Западом Ага Может, в декорациях просто сняли Может, это просто для Италии Там не самый обычный способ У нас это легко решать Занес шоколадку, там что-то побазарил Там с кем нам Совершенно верно Там тоже так решилось Брюс Ли подкупил римских чиновников В Каркуновом пришелся Он сказал, от кого он, интересно? Да, я от Игоря Станислава Меня зовут Брюс Ли Я от Игоря Станислава Прикинь Да, им разрешили снимать в Колизее Но было одно условие Съемочной группе нужно было Тоже драться Притвориться туристами Притвориться туристами А, вот так Они оборудование проносили в сумках и рюкзаках Слушай, ну, интересный факт Интересный, да Давайте аплодируем Вот сейчас прикол какой-то будет, кажется Продолжаем Напоминаю, что Напоминаю, трудовые резервы Арена, которая была построена В конце 40-х годов Через 40 лет Подверглась серьезной реконструкции С 87-го по 92-й Долго ее реконструировали Сделали совершенно классные новые трибуны И буквально через неделю После того, как студен был знан Выяснилось, что по одной По северной трибуне Пошла гигантская трещина Вот только они Ну, что делать? Ну, не перестраивать же сразу Ее закрыли, естественно Да, для болельщиков И она там чуть ли не 10 лет Стояла вот в таком виде И, собственно, все мероприятия Которые проводились Они проводились только для одной трибуны Собственно Но Однажды В середине 90-х В день так называемого Черноземного дерби Между курским авангардом И футбольным клубом Орел Из Орла В этот день поддержать своих Из Орла приехало Несколько сотен Орловских фанатов Удивительно Прилетела, я бы сказал Прилетела на электричках Да Понятное дело, что размещать Такое количество Болельщиков Двух противоборствующих клубов А в городе уже с утра Начали возникать мелкие потасовки Между ними Так вот Размещать их было очень опасно На одной трибуне Там несколько сотен Болельщиков Орла И здесь Как бы несколько тысяч курян Ну, это просто Это страшно Шердочку можно Да Да Как быть Однако Выход Дирекции стадиона Был найден Где Разместили болельщиков Из Орла Ну, там на поломанной трибуне Пускай садятся Может быть в гаражах Три гаража Оттуда Болели из гаражей, да? Да Да Просто за воротами посадили их Сзади вот так Как детей Знаешь, в детстве Сидят же вот так Там, кстати, за воротами нет трибуны Ну, там есть вот одна трибуна И вторая За воротами здесь нет Здесь вот было кафе Джуманджи Здесь у входа А здесь просто, ну, там Дальше Вид на троллейбусную остановку Они жердочку поставили Или натянули Какой-то провод И болельщики Орла Сидели как Орлы Вот так Ну, нахохлившиеся Немножко недовольные Ну, так смотрели Гадили на вратаря Жалко, что у болельщиков Орла Нету объемного видения Они все смотрели вот так вот Болельщики Орла Они же видят хорошо Вдалеке Посадили на автобус И все вместе А вопрос был какой Как они решили эту проблему Как решили проблему То есть в итоге Где разместили Было размещение Они посадили в кафе И теле включили Джуманджи наконец-то Забился битком тогда Первый раз На самом деле, что у вас Паша, поскольку курянин Паша дал правильный, конечно, ответ Сразу, да? Куда девать людей Ну, да Конечно, посмотрим на аварийную трибуну Ну, подумай Лучше так погибнуть Чем их побьют, правильно? Вот Паша, это абсолютно правильный ответ Давайте аплодисменты Если бы здесь не было курянина Вы бы долго гадали, наверное А что было дальше с этой трибуной? По утверждению экс-губернатора Курской области Александра Михайлова При котором трудовые резервы Были рекоменструированы В последний раз В 2004 году Он лично приехал на стадион С действующим мэром И, дальше, цитата Под трибунами стадиона Нам приходилось Ликвидировать некоторые вещи Которые носят криминальный характер Точка Все, вот так Голосуем Да, Колизей Или трудовые резервы Давай Ну, я сейчас за трудовые буду Ну, давай Я сейчас за Рим За Колизей Я за трудовые резервы Все вас Мне надо за трудовые резервы Вы хотите, чтобы я предал Брюса Ли сейчас? Набираем Либо Родина, либо Брюс Ли Чудовищный моральный выбор, конечно Предать Брюс Ли Вот это в промо-нарезку Либо Родина, либо Брюс Ли А кто выиграл? Брюс Ли или Чакна? А кто выиграл? Ну, наверное, Брюс Ли Конечно Он же умер, а Чакна лишь живой, поэтому Вот это парадокс, кстати Ну, давайте надо про трудовые послушать Как-то жалко их Мы не так и так про них послушаем Главное, счет Просто надо отдать голос Тебе нужно определиться Ну, голос я Брюсу Ли 2-0, Павел Илюха Давайте, во-первых, вам поаплодируем А во-вторых В последнем раунде у нас разыгрывается Три балла Специально с тем, чтобы можно было совершить камбэк А, ну понятно А я начну Да, давай Хорошо На протяжении столетий Колизей являлся источником вдохновения для многих художников Итак, картина Поличи Версо Художника Жана Леона Жерома Она интересна тем, что благодаря этой картине и ошибке художника Укрепилось мнение, что зрители в Колизее выбирали жизнь или смерть для побежденного Направляя большой палец вверх или вниз Ну, как мы все знаем, да Но это ошибочное мнение Ошибочная версия На самом деле, отогнутый в любом направлении большой палец означал смерть для побежденного Вопрос, а каким же тогда жестом в реальности зрители даровали жизнь побежденному гладиатору? В смысле, в любом направлении? Это тоже была смерть Это все смерть Вот это все смерть Пускай живет Пускай будет Оттуда и пошло, окей Окей, да То есть, ну, сейчас нужно подумать, каким жестом Да, жестом Может, вот таким? Не, вот так, типа Император, что стоило Ну, типа, это голубь, ты мир там Голубь мира Вот, что ты показал вот так Не надо, да Ну, это же итальянцы Что ты делаешь? Почему забываешь? Выпускайте курицу Выпускайте курицу Не знаете, а если кто хочет, чтобы он жил, вы должны показать Вот так И все такие А-а-а А это знак, который Да, вот так делать Да, вот так вот можете сделать, тогда живет Смотрите, вот так, вот так, вот так Можешь быстро так Раз, 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 раз А может, вот так, вот так И говорит, помогите Блин, да какой жест мог быть? Жест их много раз Ну, подумайте Это прям жест рукой был, да? Да, да То есть, это жест Жест рукой, да А он до наших дней сохранился, мы как-то Мы его используем? Ну, да Мы руками многое делаем Вот так можно Это правда Какой-то был жест, который не сохранился Вот это Ну, там была некая, то есть, символизм в этом жесте То есть, можно объяснить через этот жест, как бы, почему именно так Может, вот так? А, блин Это все СМИ Фак он мог показать, типа, ну, и как бы и живой, и обидно, и все равно Очень харизматичный, очень харизматичный, да, знак вообще рукой? Я думаю, сложнее посчитать тогда было Надо, чтобы как-то показано, что вот прямо вот, чтобы издалека Не умели считать Да? Не умели считать 5-ти Вот так делали, уах Нет, ну, издалека непонятно, какой палец ты, типа, показываешь Может, вот такси Может, давайте, да Перезвонить Коза Коза Или вот эта коза Козей И они играют Вот все и сошлось Жанна из тех, кого она жизнь Да, да Может, он делал император вот эту тему Когда подходил гладиатор Это же зал Вообще Это и есть жизнь Ну, типа, живи, ты вот оттуда Портал в мир Появился Император хихиков и убегал Слушай, ну, так же, реально удобнее показать, кто вот так показывал, зачем Так же неудобно показывать Не, они просто вот так Вот так думаешь А он типа там словил, и кто-то вот так, кто-то вот так, кто-то вот так Не может быть Ну, хотя, что здесь Как это жизнь? А, типа, бабушка в окошке Не, типа, вот человек вот так появляется тоже на свет, понял? Вот так Живи Да Нет, так зря появляется Вот этот, может, с пальцем, типа, как там Фокус А, вот что, типа, у меня палец, да? Ага Как это делается-то? Да Ты забыл Да, да Или вот этот, когда То есть вот так смерть, а вот так, оп, жизнь, смотри Почему, не знаю Блин Я не знаю Не так и не стало И здесь, причем, до сих пор не было никакой отсылки, что можно палец вверх под видео поставить, да? Сколько мы здесь Да Вообще все нелогично, короче То есть это, типа, лайк Да, альтернативу, они, наверное, нажимали просто подписаться на канал Они показывали колокольчик, да, если хотели жить, да Но подсказка, что вот это, этот палец, означал меч 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 То есть это смерть Меч А это же вот так и не делал А вот так? Вот совершенно верно Вот так То есть спрятав, спрятав палец Кулак Блин, звуковик ненавидит меня Вот это жизнь Вот это жизнь Вот это жизнь А, ну да, ну вот же Коммунистический тоже такой был? Ну да Или вот такой был? Вот это я не помню Ленин как показывает обычно? Вот так Так интеллигентно Да, да, да Хороший факт Давайте поплодим Ну очень интересно Идеально На трудовых резервах тоже происходили разные Разные события Безусловно За эти годы Стадион Несколько раз становился объектом вандализма Например, в 97-м году Во время концерта шведской группы E-Type Я реально был на этом концерте Ребят, 97-й год Мне было 16 лет Я ходил, вон есть фотография Куряне идут на концерт группы E-Type Посмотрите, вот группа E-Type Да, выступает Кстати говоря, вот там напротив аварийная трибуна Обратите внимание Полностью заполненная Ну не полностью, да Но туда люди пробрались То есть да Я вот ровно в таком спортивном костюме ходил Мы перелазили через ворота Чтобы попасть туда И ворота в конце концов сломали От большого наплыва людей Но это типы здесь не в курсе Что они не на круга пришли На концерте Агаты Кристи По разным данным Было порядка 20 тысяч Ну вот, влезло так Но самое интересное Произошло в 96-м году После какого-то события Там был полностью уничтожен газон Вот полностью Уничтожен газон Коровы приехали выступать Приехали выступать коровы На сельские вот эти игры Да Как вы думаете, что произошло? После чего не стало травы Да, что случилось Что происходило там Хоккей с коровами Хоккей с мячом Что за, можете подумать Что за мероприятие там произошло? Что, да Свадьба Свадьба Или массовая драка Из кафе Джуманджи Переместилась на поле Кстати, такое бывало тоже Бывало так, что Одновременно Матч останавливался Потому что пьяные люди Ну, вываливались на поле Такое бывало, я лично видел Саша, смотри А в 96-м году Одновременно Из трех гаражей Выехали все газонокосилки Пожалуйста И просто И просто, да Уничтожили Сами, причем они Выехали Без владельца гаража Восстание машин, да? Курская легендарная Курская легендарная Восстание машин 96-го года Джон Брусинцев Это Джон Брусникин Да, я понимаю Брусникин Слушай, то есть Соответственно Зрители были на поле Раз трава Ищутся Зрители попали Вытовтали Вытовтали поле, да Какой-то Какой-то Рейф Рейф Фестиваль Какой-то Кто приехал На Скутер Ласковый май Я был с матерью На одном концерте Вот Там было много Тоже народу Это был твой концерт Я думаю Давно ехали Нам Спешили Причем Ехала тетка Моя Тачку там Разберу На Газмана Мы ехали Это ужас Спешили на Газмана Да, и в итоге Не попали Потому что И вот так вот стояли С билетами Там же на этом стадионе Все, люди уже На самом деле Во время концерта Итайпа Люди висели Просто Они вскарабкивались С внешней стороны Вот так просто Смотрел ты Есть фотографии людей Которые сидят на крышах Соседних домов Смотрели оттуда Ну прикинь 97-й год Приезжает группа Итайп О которой ты узнал Вчера Прикинь, что она есть Вот херак И просто Ну как Это невозможно Событие Скажи А там До этого был Только Газманов А в 96-й год Это просто концерт Или это посвящено Кому-то событию Ну Но это концерт Посвященный Какому-то событию Давай так Спасибо Я помню Что В 96-м году Прошла серия концертов Тогда же были Перевыборы Ну как В смысле Выборы Ельцин против Зюганова И была серия концертов Ельцин против Зюганова Да, ну реально Ельцин приехал выступать Нет Да Я бы знал И там вот этот прикол С пальцем был Да, когда Не могли показать Так, ну Давайте Может подумать Что за группа Было бы красиво Если бы это все-таки Была ария Чтобы они из Колизея Прибыли Перекочевали На самом деле Не так и важно Что за группа была Я вам так скажу А что тогда важно Что это Любэя 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 Раз предвыбор Да, но ребят Почему именно на концерте Любэя Вытоптали поле Люди Чтобы поддержать их Вышли все в поле С конем А конь Как известно И вытоптал Ну конечно Люди вышли на поле Но их было Их было очень много Почему? Почему так? В концертах Любэя обычно не слэмятся Не слэмятся Я ни разу не видел такого Что-то Потому что любят Любэя Нет, не поэтому Логично же Ну слушай Там любят любую группу Которая туда приехала Это уже событие Расторгуев с Кипеловым В одной группе В группе играл Да? Да, прикиньте Леся песня какая-то Да, Леся песня Прикиньте Они из одной группы Вау Прикинь, когда закольцевалось Рим, Курск Кипелов Все сошлось Так Короче Может с трибунами Что-то там было Типа сказали Все на поле идите Нет Может резко Они аварийные стали Может быть кто-то Пустил слух Говорят Расторгуев прыгнет в толпу И кто-то захотел Я хочу ее поймать Блин И туда побежали Но они выбежали Прорвалось что-то Этот концерт Просто чем-то отличался Вроде как обычный концерт То есть как Допустим Вот и Тайп Или там ВДВ был какой-нибудь И все ВДВшники высадились Да что там Может быть что-то было в городе Послушайте Обычно Мне шесть лет было Обычно На любой концерт в те годы Приходило очень много курян То есть они Ну просто Так много не приходило никогда А тут пришло крайне много Да Они прорвали оцепление И высыпали на поле Их было бы очень много Но почему Почему Может быть весь курс горел Вокруг стадиона И люди просто вот Просто листы и пожары Да Они просто вот Кучат Согнали фанатов На этот огненный концерт Но нет Сказали что будет Что-нибудь бесплатное Абсолютно правильно Это был первый бесплатный концерт На этом стадионе Конечно Весь курс горел Я был там тоже Да Это Бесплатный концерт Ну вот Раньше вот время было Когда что-то бесплатно было Да Ну да Потому что это Потому что это естественно Был концерт предвыборный Я вот за последнее время Не помню хоть что-либо Бесплатно Чтоб вот Ну было В моей жизни Чтоб я пришел Хлеб Ну все И ушел А такое бывало Бывало Где? В детстве бесплатно Ну в детстве все же бесплатно Я от тебя отличаюсь Блин как прикольно Да До 14 лет Никакие законы На тебя не действуют Да Всю жизнь 14-летним быть До 14 лет жить Из-за закона У тебя уже не получится До 14 лет Ну вот Это был последний раунд Да Да Поплодируем друг другу И что? На кону у нас 3 Да? 3 балла на кону Я тогда за Курск Я тоже за Курск Это же То есть что Камбэк что-ли? Сева Ну скажи хоть что-нибудь Сева Ты что считаешь? Я тоже за Курск Вы вынудили Спасибо ребят Большое Спасибо Победил То есть Трудовые резервы Трудовые резервы Да Наша родина победила Вот этот вот Западный Западный Вот этот старый Вот этот Рим Разваливающий Мы снова победили Прошлое Это здорово Это Что можно сказать Это более новым Прошлым Ура Спасибо большое Спасибо большое Спасибо большое Поехали Продолжать